друзья всем привет меня зовут василий вишневский сегодня 31 декабря и я хочу поздравить всех с наступающим новым годом и пожелать чтобы у вас всегда хватало сил времени удачи на все что вы планируете чтобы хватало денег не только себе на корм птичкам и то же самое на жилье чтобы хватало сил времени сделать им синичники и скворечники сегодня минус 3 градуса идет вот мокрый дождь так называемый ледяной дождь он пока падает он мокрый но тут же замерзает и это друзья для птиц катастрофа потому что все их источники корма это разные деревья веточки вот они все покрываются тонким слоем льда который они пробить не могут поэтому так важно подкормку вот такой период года когда вот ледяной дождь возможен когда снежный покров все покрывает и подстилка становится недоступна для поиска корма я хочу сегодня ответить на один важный вопрос который мне часто задают это насколько регулярной должна быть подкормка в сверестели сверестели тоже ищут этот год не рябину ищут что поесть бедолаги я хочу ответить на один важный вопрос это насколько регулярно должна быть подкормка когда лучше сыпать корм если птицы успевают его съедать утром вечером днем и можно ли подкармливать скажем эпизодически то есть такой такой случай чтобы корма в кормушке не оставалось сразу скажу да можно потому что для птиц это вполне естественная ситуация когда где-то был корм кормовое дерево или еще что-то они ели ели тени он закончился и все его там уже нет им приходится искать новые источники пищи это нормально это в природе так и устроена поэтому вот когда я в ноябре уезжал и еще снега было немного так немножко выпало совсем я не сильно то переживал что птицы останутся без корма пять недель меня не было и действительно я вот только вернулся в конце декабря только зашел сад и начал заполнять кормушку арахису она у меня пару выполняет роль буфера потому что в ней синицы долго едят корм иногда на неделю даже хватает и больше пока я насыпал корм тут же подлетели и синицы и след за ними и полевые воробьи так что это еще кстати ответ на вопрос узнают ли птицы людей еще как узнают очень хорошо узнают в том числе не только врановые но и такие мелкие птицы как синицы и воробьи до возвращаемся к вопросу как подкармливать птиц если в течение дня они успевают все съедать ну например кормушка небольшая самых главных у птиц приема пищи 2 самый главный ранним утром когда они стали голодные проснулись чтобы поскорее восполнить запасы энергии и перед сном поэтому если у вас есть возможность насыпать корм только один раз в день например то лучше всего наполнять кормушки ближе ну скажем за час до темноты причем насыпать так чтобы хватило и на вечер и на завтрак то есть птицы поели сытым желудком легли спать утром они проснулись прилетели на кормушке там еще есть корм они его скажем весь уничтожили до обеда а днем они где-то в другом месте ищут себе корм вот такая подкормка она прямо очень очень хорошая с точки зрения особенно тех кто беспокоится что вот птицы если привыкнут к кормушкам то они не смогут находить корм ну во первых это совершенно не так во вторых если вот вас это тревожит то вот такая подкормку будет оптимально особенно в дни когда вот сейчас идет мокрый ледяной дождь минус 3 градуса а вот он на меня льется мокрый и тут же замерзает особенно когда сильные снегопады сильные морозы вот в это время очень важно подкормка а вообще конечно желательно иметь такие буферные корма которые остаются даже когда остальные заканчиваются например сало сало долго висит особенно если много кусков повесить ну тут главное только их от котов обезопасти от врановых чтобы не утащили закрепить попрочнее это вот сетчатые кормушки в них арахис долго держится поэтому я вот их так люблю постоянно про них рассказываю и будет еще ролик о оптимальных размерах сетчатой кормушки оптимальной конструкции это немецкая конструкция которую постоянно фигурирует в моих видео и вы сейчас тоже можете наблюдать но я об этом расскажу в следующем видео а сегодня еще раз закрепим получается оптимально насыпать форм таким образом чтобы он был вечером и ранним утром если не получается чтобы он был вечером то можно насыпать его когда уже темно бог с ним но зато он будет утром тоже хорошо и не страшно если они его до обеда ухомячат синицы воробьи или кто-то у вас еще прилетает а еще очень важный и актуальный момент на праздники январские когда люди приезжают например на пару недель в деревню на дачу очень важный момент часто спрашивают ну вот как же я буду подкармливать птиц приучу они потом останутся без корма друзья ничего страшного это нормально для птиц я повторяюсь когда где-то возникает какой-то источник корма они пользуются 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 потом он иссякает и еще и они другие места должны искать но что важно январь как раз вот такой месяц когда бывают крутые морозы снегопады бывают ледяные дожди поэтому это время максимально важно с точки зрения выживания особенно вот больших синиц ну и других птиц конечно они в целом и без нас проживут и синицы воробьи это птицы уж такие хорошо распространенные приспособлены к выживанию но вот это выражение что за зиму выживает одна из синиц из 10 она она совершенно так и есть она это правда потому что иначе бы просто синиц с каждым годом становилось все больше а это не так хотя они летом выводят по 2 а иногда даже успевает и 3 в южных регионах ну а как правило 12 выводка средней полосе они успевают вывести по 7 8 9 а то и 12 тенцов представляете вот эта вся орала если бы выживала полностью за за зиму и дальше давала потомство то тогда просто в геометрической прогрессии увеличилось бы поголовье друзья спонсор полной кормушки с арахисом сегодня и спонсор выпуска это вы дорогие подписчики спасибо за вам за поддержку это поддержка не только комментариями просмотрами но теперь уже и рублем так что это не не иронии тут буквальном смысле я купил 5 килограмм арахиса и сегодня насыпал полную кормушку за это вам большое спасибо от меня и от синиц с вами был василий вишневский всем пока всем добра спасибо